В непростой момент для дипломатических отношений между Россией и США министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем Рексом Тилерсоном и встретился в овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом. Визит Лаврова в Белый дом, подчеркивают аналитики, является признаком того, что Трамп и президент России Владимир Путин, которые на прошлой неделе провели телефонную беседу, намерены налаживать более прочные отношения. По словам главы МИД России, Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Москвой. При этом он признал, что за один присест всех проблем, накопившихся между странами, решить не удастся. Вот и внезапная отставка главы ФБР Джеймса Коми в этом разрезе воспринимается весьма неоднозначно. Юрий Козлов продолжит. Переговоры российского министра иностранных дел с американским коллегой и самим Дональдом Трампом стали продолжением телефонного разговора между президентами США и России. Для Сергея Лаврова эта поездка стала первым официальным визитом в Соединенные Штаты за последние несколько лет. С начала кризиса в Украине отношения между двумя странами фактически вернулись к уровню холодной войны. Об итогах переговоров Сергея Лаврова с Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном известно немного. Сообщается, что стороны обсуждали ситуацию в Сирии и Украине, совместную борьбу с терроризмом и разногласия в области кибербезопасности. Тема снятия американских санкций в отношении России в повестке не значилась. Тем не менее, российский министр заявил, что время в Вашингтоне было потрачено не зря. Понятно, что далеко не все проблемы удалось решить. Я бы даже сказал, что движение очень скромное. Но условились, что по этому каналу мы продолжим рассматривать те раздражители, которые искусственно появились в наших отношениях. И считаю, что это полезный деловой подход. Мы за один присест всех проблем не решим. Это абсолютно ясно. Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные деловые, прагматичные отношения. Американские СМИ, однако, итогами переговоров не особо заинтересовались. Единственный вопрос, который задали Лаврову во время подхода к прессе, касался уволенного в преддверии встречи директора ФБР Джеймса Коми. Отразится ли на вашем визите увольнение директора ФБР Джеймса Коми? А его уволили? Да. Да вы смеетесь. Вы, наверное, шутите. Нет, нет, нет. Увольнение? Увольнение. Да никак не повлияли. У вас, ваш вопрос выглядит, вы мне не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Вы не имеете к этому никакого отношения. Джеймс Коми возглавил Федеральное бюро расследований еще при Обаме в 2013-м, но известность высокопоставленный силовик получил относительно недавно, во время предвыборной кампании в США. Именно Коми принял решение возобновить расследование почтового скандала, в котором была замешана кандидат от демократов Хилари Клинтон за считанные дни до голосования. Из-за этого сама Клинтон впоследствии возложила вину за свой проигрыш Дональду Трампу на ФБР. Попытка Коми вмешаться в американскую политику и стала официальной причиной отставки директора бюро. Правда, есть одно но. Сразу после дела Клинтон Коми начал расследовать связи Трампа с Россией. И хотя с точки зрения закона к нынешнему президенту США нет никаких претензий, американские аналитики говорят, что отставка Коми была банальной местью зазнавшемуся силовику со стороны хозяина Белого дома. Решение Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми было принято на фоне расследования предполагаемых связей Трампа с правительством Российской Федерации. Поэтому увольнение Коми и вызвало такой шквал критики. Многие называют это решение «никсоновским» и сравнивают его с так называемой «резнёй в субботний вечер», когда Никсон уволил прокурора, расследовавшего Уотергейтский скандал. Американские издания отмечают, что Коми был смещён с поста в довольно унизительной манере. О своём увольнении директор ФБР узнал из новостей во время выступления в Лос-Анджелесе. При этом возвращаться из командировки в Вашингтон на служебном самолёте чиновнику запретили. Дональд Трамп, впрочем, обвинение в политической подоплёке громкого увольнения отвергает. Президент США отметил, что избавиться от Коми ему лично рекомендовали генеральный прокурор и его заместитель. А сам глава ФБР был, цитата, «лжецом и пижоном». Господин президент, почему вы уволили директора Коми? Он плохо выполнял свою работу. Всё просто. Он плохо работал. А это как-то повлияло на Вашу встречу с русскими? Не совсем. В любом случае, эксперты говорят, что для увольнения директора ФБР Дональд Трамп выбрал очень удачный момент. Несмотря на то, что большинство рядовых американцев выступают против отставки Джеймса Коми, Сенат практически единогласно поддержал решение президента. Причём больше других действием республиканца Трампа радовались его оппоненты-демократы. Они так и не смогли простить Коми дело против Хиллари Клинтона. Это решение было принято в полном соответствии с полномочиями президента. Мы все понимаем это, и мы надеемся, что Департамент юстиции найдёт подходящего кандидата на пост директора ФБР. Мы, в свою очередь, готовы поддержать любое назначение. СМИ тем временем уже гадают, чем закончится история с отставкой главы ФБР. Многие издания пишут, что, несмотря на кажущуюся поддержку конгрессменов, увольнение Коми сделало Трампа крайне уязвимым для импичмента. При желании парламентарии могут обвинить президента США в попытке лишить ФБР независимости и даже отстранить его от должности. Тем более, что исполняющий обязанности директора бюро Эндрю МакКейб заявил в Конгрессе, его ведомство продолжит расследование деловых связей Дональда Трампа с Москвой. Юрий Козлов. Вокруг планеты.